Здравствуйте! Бытует мнение, что необходимо планировать свою жизнь по минутам. Умея планировать, мы становимся деловыми, продвинутыми во всех отношениях с человеком. Но с точки зрения контроля стресса, планирование – самая благоприятная почва для возникновения стресса. Вы лежите в кровати, проснувшись на полчаса раньше. Ну что же, думаете, вы пять минут я умоюсь, затем покушаю, еще вот и 30 минут, чтобы все сделать, еще ребенка надо разбудить. Думая так, вы распланируете по минутам все, а потом мы опаздываем, потом что-то не получается, и мы чувствуем стресс. Нечто подобное может произойти на нашей работе, когда мы думаем, что вот она работа, определенное время, но в некоторых случаях мы не успеваем. Мы сталкиваемся с необходимостью планировать, ну вот досада, не успели, опоздали, и вы испытываете стресс. А почему испытываете? У нас возникают незапланированные дела. Мы обнаруживаем, что у нас оторвалась пуговица, порвался шнурок, мы забыли побриться. Решение этих мелких проблем занимает время, и мы в результате этого опаздываем. Допустим, женщина собирается навстречу и не может выбрать платье. Нанесение макияжа и прическа занимают тоже определенное время. Или нам неожиданно звонит приятель и просит нам помочь ему. Помогая ему, мы совершаем, конечно, доброе дело, но теряем время и опаздываем, когда уже все распланировано. При этом мы нервничаем и беспокоимся, хотя в начале дня мы представляли все иначе. Мы запланировали все, каждую минуту нашего времени. Более того, страдают наши друзья и родные. Допустим, мы помогаем ребенку одеться и видим, что на его курточке оторвалась пуговичка. Мы начинаем нервничать и ругаться. На работе наш коллега попал нам под горячую руку, получается у нас порция раздражения. Успокоившись, мы испытываем чувство вины. И вот что же нам делать в подобном случае? На страницах Священного Писания мудрый Соломон говорит следующие слова. Я читаю Екклезиаста, 10 главу и 9 стих. «Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы». И далее нам записано, как решать эту проблему. «Мудрость помогает исправить все это». Важно научиться мудрости, чтобы предвидеть и наперед сделать то, чтобы подобное состояние, которое я представил вам выше, не произошло у нас. Распределяя время по минутам, мы однозначно будем нервничать. Но давайте возьмем в основу несколько правил. Первое. Отвородите на любое дело больше времени, чем вам кажется. Если утром вы собираетесь на работу, приготовьтесь с вечера. Одежду и все необходимое для завтрашнего дня. Но даже встав утром, найдите еще дополнительно 10-15 минут. Встаньте пораньше на незапланированные дела, которые предстанут перед вами. Если вы ведете блокнот и записываете каждое дело, не перегружайте свое расписание. Да, это будет красиво, если вы успеете и там, и здесь. Но будет очень некрасиво, когда вы будете нервничать и трястись от стресса из-за того, что вы не успели и то, и другое, и третье. Ведь ничего страшного не случится, если вы не просмотрите ленту утренних новостей. Ничего не случится, если вы что-то не сделаете. По крайней мере, у нас очень много лишних дел, которые мы можем избежать. Очень важно для нас то, чтобы каждый раз мы имели определенную порцию времени, чтобы оценить даже то, что мы сделали. Я вспоминаю, что в Астрахани мы жили по соседству с человеком престарелого возраста. Нам каждый день нужно было в определенное время быть в одном месте города. Каждое утро становилось для нас настоящей пыткой в семье. Мы не успевали выехать вовремя, нервничали, кричали, обвиняли друг друга. А наш сосед всегда был в назначенное место на полчаса раньше. Он две недели наблюдал за этой суетой и посоветовал нам попробовать приезжать не к самому началу срока, а пораньше, как он. Так мы, в общем-то, и поступили. И что же произошло с нашим стрессом? Да он исчез. Уделяя больший объем времени тем делам, которые мы желаем совершить, мы позволяем мудрости, о которой писал Соломон, исправить положение дел. Важно, чтобы у нас было время все успеть. Лучше получать удовольствие от спокойной жизни, от равномерно устроенных дел, чем страдать от стресса, от чрезмерных дел, которые мы желаем решить в течение дня. И помните, выход есть! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!